30-40% пациентов на приеме это люди с жалобами на боль, на острую или хроническую боль в позвоночнике, в спине. Называется это по-разному, или грыжа диска, или выпадение диска, или все что угодно, радикулит, остеохондроз, но правильнее было бы называть это боль в спине, потому что выпадение диска вообще не существует в природе. Далее, остеохондроз это не болезнь, а состояние, он есть у всех людей, а причины острой боли в спине их много. Одной точки зрения нет. Кто-то считает, что это патология межпозвонковых суставов, кто-то считает, что это повышение мышечного тонуса, кто-то считает раздражение оттеновый вертебрального нерва и так далее. И исходя из этого, существует много разных методик лечения. Нет единой методики. А если нет единой методики, то значит нет ни одного стопроцентно эффективного метода лечения. Если вернуться немножко назад, то факторы, которые провоцируют появление боли в спине, их несколько. Наиболее часто встречается, но это как бы мои наблюдения, это не научная точка зрения, процентов 30 это боль в спине после нервных стрессов или психоэмоциональных перегрузок. Еще процентов 30 это появление боли в спине, я имею ввиду острую боль после переохлаждения или наличия каких-то воспалительных процессов в организме, будь то простуда, урвеи, бронхит. И это категория больных, которых очень сложно лечить. То есть до тех пор, пока будет действовать провоцирующий фактор, допустим, человек болеет ангиной, как бы мы не назначали любые виды лечения, или медикаментозные, физиотерапевтические, эффект будет нулевой. Далее процентов 30 больных с острой болью в спине, причина появления которых вообще непонятна, возникает на пустом месте. И очень маленький процент больных с болью, скажем, в пояснице или в спине, это больные, которые накануне что-то поднимали физически, там что-то работали, переносили, или находились длительное время в неудобном положении. То есть была длительная статическая нагрузка. Нужно четко разделять такие понятия, как острая боль и хроническая боль, потому что лечение совершенно разное. Если при острой боли лечение, как я уже говорил, многообразное, а стандартным является назначение противовоспалительных препаратов, как стероидных, так и нестероидных, то лечение хронической боли, оно очень сложное. Многие не умеют лечить хроническую боль, но по статистике 40% американцев страдают постоянной, ежедневной хронической болью. А хроническая боль – это боль, которая тянется больше трех месяцев. По той же статистике, значит, 50% жителей Соединенных Штатов недовольны результатами лечения. И только 35% врачей знают, как лечить хроническую боль. Я думаю, этот процент не выше и на Украине. То есть моя субъективная точка зрения, что большинство врачей не имеют никакого понятия. Или очень отдаленное понятие. И поэтому назначают лечение так, как назначается лечение при острой боли. То есть те же самые нестероидные препараты, какие-то электропроцедуры, магнитная терапия, массаж, ну, скажем, боль внизу спины, все это на пояснично-кресловую область. И это крайне редко приводит к положительным результатам, потому что при хронической боли причина боли находится не в пояснице или не в спине, а находится в голове. И нестероидный противовоспалительный препарат и вся остальная терапия, она неэффективна. А что значит, если эти перебивы у вас находятся в голове? Вот какая взаимосвязь? Это очень сложный механизм. При хронической боли в головном мозге формируются активные зоны, скажем так, как бы понятнее, возбужденных нейронов, которые появляются от боли и потом сами же ее провоцируют. То есть идет как бы импульс с головного мозга в пораженный орган и обратно это воспринимается как боль. Другие называют это явление психосоматическое состояние? Нет, совершенно разные вещи. Совершенно разные. Хорошо, то есть мозг как бы думает, что у меня болит спина, а на самом деле она не болит. Да. То есть при хронической боли причина боли не в больном колене, в коленном суставе, не в больной пояснице, а причина боли в голове. Поэтому и назначаются несколько групп препаратов. Причем это как бы лечение, которое практикуется и в Соединенных Штатах, и в Европе, и в Израиле. Две основные группы. Это трициклические антидеперсанты или ингибиторы обратного захвата серотонина и норадвенолина. И вторая группа – это противовосудорожные препараты. Габантины, пригаболины. Ну я не знаю, тут можно назвать торговые названия препаратов. Попробуем их. Да, да, да. Причем некоторые вещи, они известны многим врачам. Многие пользуются этими препаратами и широко пользуются. Но очень часто они соблюдаются один очень важный фактор. Это фактор продолжительности лечения. Как правило, оно должно составлять от 6 до 12 месяцев непрерывного приема препаратов. Следующей причиной хронической боли или как один из факторов хронизации боли является так называемый миофасциальный болевой синдром. Механизм рассказывать? Да, да, конечно. Да. Значит, собственно, этот миофасциальный болевой синдром, он бывает, сопровождает и острую боль, и хроническую. Это ситуация, когда в мышцах туловища, конечностей происходит спазм отдельных мышечных волокон, который сам по себе не проходит, может существовать годами, который определяется как очень болезненная точка при пальпации в той или иной мышце. Например? Ну, например, это ягодичная область, это задняя поверхность бедра, это икроножные мышцы, это мышцы плечевого пояса. Эти точки прощупываются как мышечный, плотненный мышечный тяж, он может быть длиной 1-2 сантиметра, а может прощупываться как маленькое зерно, там, миллиметр-два. И блокада этих точек крайне эффективна, блокада стероидными препаратами, лидокаином. И эта блокада снимает это напряжение локальное, которое, появившись от тех или иных причин, оно поддерживает болевой синдром. Этим вопросом впервые стала заниматься Джанет Тревелл, бывший лечащий врач президента Кеннеди. Она провела очень обширные исследования в этой области. Было много добровольцев, которым вводили физраствор, или раствор просто поваренной соли в те или иные мышцы. И описывали те ощущения, которые испытывал обследуемый или испытуемый. И оказалось, результаты оказались просто невероятными. А в чем эффект соли? Почему соли? Она раздражает. Если палец порезан, посыпать солью, боль усиливается. То есть идет раздражение мышцы. Вот они вводили, допустим, в области ягодицы этот раствор в мышцу, и человек описывал появление боли и онемения по наружной поверхности, там, голени. Или вводили, делали инъекцию в области грудинно-ключично-социевидной мышцы, я на себе покажу. И у человека появлялся шум в голове, головокружение. И вот этот миофасциальный болевой синдром, он часто маскируется под ущемление того или иного корешка или нерва. Ну, допустим, всем известный седалищный нерв, который на самом деле, его истинное поражение, компрессия корешков, из которых формируется нерв, пятый поясничный, первый кольцовый, бывает крайне редко. В основном это миофасциальный болевой синдром. У меня есть масса примеров из личной практики, когда, скажем, у пациента 6 месяцев улела спина, боль отдавала в левую ногу, я у него нашел триггерную точку, то есть болезненную точку по задней поверхности левой голени. И после первой же инъекции было улучшение процентов на 50. Хотя другой бы врач, я так думаю, он бы направил на МРТ, направил бы, назначил бы, опять же, нестероидные противовоспалительные препараты, или там направил бы на мануальную терапию и прочее, прочее. Ну, еще один пример. Одна женщина делала сама откосы, у нее правая рука была длительно поднята вверх, после этого появились боли в области правого плечевого сустава, отдающие в руку. Она лечилась в течение 10 месяцев безрезультатно в разных лечебных учреждениях. При осмотре была определена триггерная точка в области большой грудной мышцы, на себя покажу. Одна инъекция, дексаметазон с тридокаином, улучшила состояние процентов на 70. То есть это так называемая блокада? Это блокада триггерных точек. О них мало почему-то говорят, но некоторые даже не знают названия, но опытные массажисты, вот я с нашими разговаривал на эту тему, они не знают, что это называется миофасциальный синдром, они не знают, что это триггерная точка, но они прекрасно знают, что они находят болезненное место, и они его массируют. Это может быть точный массаж, причем это процедура болезненная, по сравнению с блокадами длительная, это может быть и 10, и 15 сеансов, но тем не менее массажисты эту проблему знают, хотя они всегда могут объяснить, почему они это делают. Очень большое значение играет психосоматическое состояние, вот как вы говорили, психосоматические расстройства. Я уже говорил, что процентов 30 людей причиной появления боли в спине называют стресс или психоэмоциональные перегрузки. Так вот, эти самые психоэмоциональные перегрузки, они способствуют хронизации боли, и они должны всегда учитываться при лечении хронической боли, то есть учитывается душевное состояние человека. Я очень часто интересуюсь, а как вы оцениваете свое душевное состояние, как удовлетворительное или как неудовлетворительное? Если человек затрудняется ответить, следующий вопрос. А нуждаетесь ли вы в назначении успокоительных препаратов? И когда идет коррекция душевного самочувствия, то улучшаются результаты лечения хронической боли. Хорошо, расскажите, внезапно появилась боль в спине. Какие меры предпримать, что предпримать? Я понял, для начала я скажу, а что нельзя делать? Нельзя греть, массажировать, делать физзарядку. Не стоит пользоваться мазями, потому что там дикое несоответствие между ценой и эффективностью. А что делать? Обращаться в поликлинику. Хорошо, а самопомощь? Если в данной ситуации поликлиника, это завтра, это время? Это все неоднозначно, потому что острая боль в спине, может под этой маской скрываться какое-то другое заболевание. В том числе и заболевание сердца, заболевание грудного или брюшного отдела аорты, что угодно. Потому что существует уже много-много лет описание зоны Захарина Геда, когда у человека при заболевании внутренних органов в области этого органа может отсутствовать боль, а может болеть в той или иной области позвоночника. Но если помощь недоступна, и тем более, если эта боль привычная, знакомая, прием нестероидных противовоспалительных препаратов, пожалуйста, диклофенак, в суточной дозе 150 мг, применяется во всех цивилизованных странах мира, зарегистрировано как лекарственное средство. Ну, немножко, если мы сдвинулись в сторону фармакологии, то и отошли от проблемы в боли в спине, то я вам хочу сказать о тех препаратах, которыми мы пользуемся. И которые я перепроверяю. Я их перепроверяю на официальных сайтах. Допустим, Соединенные Штаты – это официальный сайт департамента по контролю за качеством лекарственных препаратов и продуктов питания. Есть же также у меня сайты и департамент здоровья Австралии, Германии, Италии. И когда я ввожу действующее вещество в поисковик, скажем, на латинской транскрипции, и смотрю, а есть ли этот препарат. И оказывается, очень много препаратов, которые применяются в неврологии, их нигде больше в мире не используют. А с чем это связано? Почему? Ну, я не знаю. Неужели мы территория для экспериментов, непонятных аппаратов. Так это тянется со времен Советского Союза. Вот так. Да. То есть, или препарат нигде больше не используется, или назначается, когда не имеет показаний к назначению. Ну, вот самый яркий пример – это назначение препаратов витамина группы В при болевом синдроме. Считается, что витамины группы В очень показаны. Их наши терапевты, невропатологи широко назначают. Хотя объяснение противовоспалительного действия, противоболевого действия, внятного, я ни от кого не услышал. Но это традиция. Так лечили боль при Советском Союзе. Хорошо, Игорь Михайлович, давайте вернемся к болям в спине. Все уже давным-давно узнали, познакомились. Гиподинамия, неправильный образ жизни, продукты питания. Все это ведет к отложению солей, восторхондроза и прочего. Как все-таки в современных условиях мегаполисов предупредить появление тех заболеваний спины, которые не ассоциируются с более серьезными заболеваниями, по которым... Вопрос я понял. Ну, во-первых, поправка. Как предупредить остеохондроз? А никак. Это норма, это состояние человека, это не болезнь. То есть с этим ничего нельзя... Конечно. Идет процесс старения. В этом процессе участвуют и изменения в позвоночнике, в межпозвонковых дисках. Хорошо, как более оставаться долго на плаву. Ну, активно. Понимаете, существует масса профилактических мероприятий. И это говорит только о том, что нет ни одного эффективного, который предупреждал бы повторное обострение остеохондроза. Это и аппликаторы Лепко, и ВИЗ на перекладине, это БАНИ, доска Эвминова, все что угодно. Но эффективного нет. По американским данным, человек, который перенес острый приступ, боль в спине, вероятность повторного приступа в течение ближайших двух дней составляет от 25 до 62%. Что бы вы ни делали. Но однозначно я бы порекомендовал давать достаточную нагрузку, мышечную нагрузку. Причем эта нагрузка должна быть физиологической. И самое физиологическое – это ходьба. То есть сколько в день надо проходить, чтобы эта нагрузка была оптимальной? 45 минут непрерывной ходьбы. В день? Да. Это не только укрепляет мышцы спины и брюшного пресса. Это позволяет организму получать вещества, которые называются миокининами. Эта тема очень широко исследуется, изучается за рубежом и совсем мало на территории бывшего СНГ. Оказывается, эти вещества, к ним имеются рецепторы в разных органах человека, в том числе в головном мозге, поджелудочной железе. Эти вещества каким-то образом препятствуют или замедляют появлению и развитию болезни Альцгеймера. Эта нагрузка позволяет снижать риск развития инсулинозависимых видов сахарного диабета, дает противовоспалительный эффект. Эти же вещества улучшают настроение. Непрерывная, умеренная ходьба. Все остальное, фитнес-залы, тренажерные залы, я не знаю. После их посещения у меня регулярно бывают люди с болями в спине. То есть излишняя или неправильная распределенная нагрузка, по всей видимости, это следствие? Да, нет. Тут и да, и нет. Если для человека это привычная нагрузка, ну вот скажем, женщина раньше занималась гимнастикой, и она продолжает делать физзарядку, не в том объеме, когда она занималась спортом, в меньшем. Для нее это привычная нагрузка. Я думаю, беды здесь никакой. А если человек там пролежал целую зиму на диване, весной поехал на огород, поработал, ну и приезжает с болевым синдромом. Хорошо. Вот если человек решил вдруг начать жизнь с понедельника, да, вот ваши советы, вот как ему надо выйти из диванного состояния и все-таки приблизиться к профилактическому образу жизни? Ну, я бы сказал это одним словом, без фанатизма. С чего начинать? Ходьба. Ходьба. Хорошо. Кроме ходьбы, что еще? Ну, в плане такого общеукрепляющего момента плавания. Если плавание недоступно по разным причинам, вот какие-то физические упражнения, какая-то физическая нагрузка, то есть гимнастия? Ну, не могу сказать. Гимнастика, подъемы гантелей, тяжести, ну, это все чревато не профилактикой, а провоцированием обострения боли в спине. Хорошо. А вот лечебная там гимнастика, там, нагибы, сгибы и прочие 50-50? При боли к спине я к лечебной гимнастике отношусь очень прохладно. Может, я и не прав. Очень прохладно. И при обострении, ну, скажем так, есть четкая точка зрения, общепринятая точка зрения, что какая-то физкультура, будь лечебная, будь то нелечебная, не является способом лечения боли в спине. Но мы, опять же, должны помнить об эффекте, о плацебо-эффекте. То есть? То есть вы приходите с боли в спине, я вам даю обычную таблетку, которая не содержит, кроме крахмала, ничего, и говорю, что вот, уважаемый, только что поступило из Германии лекарство, еще даже по аптекам не развезли, не развезли. Вот, пожалуйста, выпейте, и ваша боль пройдет. Человек опивает, и боль проходит. То есть это психосоматика? Это, опять же, не психосоматика. Там возникает очень сложный механизм изменения функций нейронов головного мозга, при котором выделяются определенные вещества, которые блокируют, как бы, вхождение болевого сигнала в головной мозг. Интересно. Это часто наблюдаемые вещи. Пациент зашел, кабинет погорел с врачом, выходит, ничего не болит. Это тоже плацебо-эффект. Плацебо-эффект – это также иглорефлексотерапия, это гомеопатия. Гомеопатия – это, по сути, колят чистую воду, особенно когда врач там что-то приговаривает, где-то щупает, да еще меняет препараты, их название. Многим помогает. Это плацебо-эффект. Ну и, как бы, напоследок, ваши советы, чтобы меньше беспокоили боли в спине? Ну, по сути, на этот вопрос очень легко ответить, если вернуться к началу нашей беседы, когда я говорил, какие факторы способствуют появлению боли в спине. Ну, во-первых, это нормальное психосоматическое состояние. Как его добиться, ну, тут сложно посоветовать в общем, это все индивидуально. Но хорошее душевное самочувствие способствует тому, что боль, как бы, минимизирует появление боли. Ну, и регулярная, умеренная физическая нагрузка. То есть, грубо говоря, максимально позитива в жизни? Да, обязательно. И ежедневная ходьба с ритмичным темпом жизни? Да. Еще один момент я упустил. Значит, это МРТ-обследование позвоночника. Хорчат его надо проводить? Я назначаю крайне редко. Ну, вот какой-то временной промежуток. Раз в пять лет, раз в десять лет. Нет, здесь временной вообще роли не играет. Здесь играет роль жалобы и состояние пациента. Если пациент обращается с острой болью в спине, и нет так называемых красных флажков, это те или иные симптомы или жалобы, которые могут позволить предположить наличие чего-то более серьезного. Ну, скажем, перелом тела позвонка, поражение метастазами тела позвонка, или поражение туберкулезом, или воспалением костями элитом, или, скажем, тазовыми расстройствами, которые сопровождают острую боль в спине, недержание мочи, задержка мочи и спускания, слабость в ногах, слабость в руках. Конечно, тогда нужно МРТ проводить обязательно. А когда же человек приходит просто с острой болью, боль отдаёт в пояснице, отдаёт в ногу, или боль в шее, отдающая в руку, то на сайте Американской ассоциации семейных врачей настоятельно не рекомендуют направлять больных на МРТ. Вот так. А чем это объясняется? Деньгами, финансами. Если человек сам платит, он свои деньги платит. Если он получает бесплатный талончик, за него платит держава. Если от страховой компании, платит страховая компания. То есть необходимость в МРТ-исследовании, она, с моей точки зрения, у нас сильно преувеличена. Пациенты мне рассказывали, что были на приеме у невропатолога, который вообще без МРТ-обследования даже их и не смотрел. И совершенно неоправданно это огромное количество операций по поводу грыж дисков. Хотя грыжи дисков, они играют очень-очень незначительную роль. Берут малый процент, боли в спине, с радиацией в конечности. Это опять же моя точка зрения. Спасибо. Пожалуйста.